Ну что ж, друзья, продолжаем с вами просмотр матча реваунд против ПК-419. У микрофона по-прежнему комментатор САНО-67, и мы видим, как реваунд выигрывают по ножовщину на карте ДАС-2. Спешу сообщить, что это пик этой команды. Ну и, конечно же, познакомить вас с коэффициентами на GGBet. ПК-419 очень жестко, как видим, не верят в ПК-419, поэтому кайф на них просто сладчайший. Ну и маловато, можно заработать, ну чуть-чуть, но по чуть-чуть. Миллион заработать можно, 1-0-2 на реваунд, как видите. Что ж, матч начался, пистолеточка в исполнении атаки ПК-419. ПК-419 стремительно четверка игроков направляется у нас под Т-шечку, трое в нижнюю спускаются, под Б посмотрят. По Миду у нас пойдет как раз-таки Мазуна. Здесь ЧОЦ пропускает боевую тройку игроков, дает минус, понимая, что там со спины можно зажать игрока. В верхней Т-шке это БТ, который заходит на плент. Не ушел Ламос внутрь смока. В итоге теперь ЧОЦ отбивается от погони. Пару патронов в молоко. О, ух, как нелегко, Кейту здесь неплохой минус дает, Думенек. С Вульфиду разбирается как раз-таки с ЧОЦом. Ситуация 2 в 2, Кейту здесь уже открылся, 39 хп у Думенека. Надо бы его вроде забрать, он красный что творит, Кейту просто с разворота на лету. Практически дает минус, но и также Думенеку в ответ передает привет. И это Дефус Планта, это 1-0 от реваунд на Дасти 2. Вот это да, вот это ребята зажигают. Не зря, не зря реваунд взяли карту Даст 2 для себя. Ну что ж, покупка девайсов. Нойз тут же вложился в покупку Эмки. Есть допускиты. Все остальные, как видим, пока... Нет, ну не все, но фармганчики. Фармган есть, есть у нас и Эмка, и Скаут, и ФАМАС, в общем, полный набор. Что пожелаете, то и увидите. В руках у игроков реваунд. Прям куча мала, целый винегрет. А еще у ПК-419 только что мы видели. Вылетел после смерти один из игроков. Надеюсь, это реконект и никаких особых проблем. Даки Паник здесь присматривает за Зигой. Агрессивно БТ перестрелится с МИДом. Окей, то вы, хотя на длину в бокс, забрал бы ФИДу. Даки Паник. Прицел на МИД. Никого здесь не видят. Что же у нас с таким интересным ником? Дайте посмотреть, Ашел Ти Ви Орг. Тоже так интересно назвался. Ну что, что пока БТ здесь забирает, Кейту добирает. Так, Паника. В общем-то, ничего страшного. Ага, Вэлянс назвался у нас Аус Роудом. Поэтому это будет Вэлянс. Энди Чодзом прикинулся. Кто-то я смотрю. Снайпер. Любят, любят нынче ребята ники свои сменить. Как ваше настроение, дорогие зрители? Что, рассчитываете, что ПК смогут все-таки ДАС затащить или же нет? Пишите свое мнение в чате. Буду вам рад. И вашему мнению, соответственно. Ламас пока под точкой Б. Здесь у нас занял свою позицию тиммейт его. Ух-ух-ух. И гранат-то сколько. Что, Вэлянс будет здесь вместе с Ламасом находиться под точкой Б. Агрессивно. Агрессивно. Под миддл здесь вышли ребята. Нойз. Увидел спину. Минус по Мазу. А тут же свободный снайпер. Бесплатно забирай. Думенек только стал поворачиваться. Но своего оппонента. Как начал получать дэмэдж. Нойз. Понимается, спины здесь. Битей перезаряжается. Смог вовремя. Развеивается для него прям на руку. Еще видит второго игрока. Цепляет его. Оставляет красным, но в ответ получает дэмэдж. Неплохой себе дэмэдж. Между прочим, что за выстрел от Нойза? Вот это да! Еще одного. Это Эйс. Нойз. Эйс. Воу. Ребаунд уже. Ответку дали. Между прочим, ПК-419. Если вспомнить, на Инферно также был Эйс. Но только против безарморных с пистолетами ребаундов, которые мчались по миду. Не атаковали яму. Здесь же совсем иначе. Очень крутой Эйс. Замечательная игра от Нойза. Айс, спасибо. Угодил. Угодил нам. И неплохо нас порадовал. Вульфи Ду. Теряет 25 хп. Заплатил, так сказать, за выстрел на длине. Чеос. Саугом ведет здесь, ребят. Ух. По крышечкам не получилось накидать. Зато в ответ прилетело знатно. Но СВП. И тут же минус мы наблюдаем. Че отзывы в живых нету? Ситуация 4 в 2. Слышит топот у нас. Кейту. Взлет костей. Так, паник. Ха-ха. Думал, что можно спрятаться и выжить. Но нет. И здесь продолжает. Продолжает. Вэльянс просто отстрел. Стоя на миде. Что ж, есть мнение, что даже 9 раундов не возьмут ПК. Возможно. Возможно, это именно так. Ну что, пятый раунд. 4-0. Покупка АВП от ПК. 419. Также есть 4 калаша. Раскидка по длину. Ну и здесь укрепление как раз таки будет. Ошибка от Мазуны. Выстрел в никуда. Думеник тут же ответ присылает. В виде хэдшота по Чодзу. Стоянба и поджимание мида заканчивается печально для Вэльянса. Погибает он. Не стоило так агрессивно играть. Преимущество на одного игрока УПК. 419. И пока эти парни не растерялись. Ждут. Поджидают дальнейшей агрессивной игры от раунд. Ожидали. Ожидали они, что воспрянут прям духом. И начнут агрессивно играть. Ну а что, раундом устало. Устали, видимо, ждать. Поджидать своих оппонентов. Понимает свою силу. И пробует ее очередной раз. Вот только сейчас с нижней тэшечки выходит игрок. Также под мидом пошла хэлпа. Кейту последний. Один. Здесь знает, что есть где-то в тэшке игрок. И таки паник ему не дает шанса просто сражаться. Тут же хэдшот. С почином. ПК 419. Забрать для себя раунд. Но мы понимаем, что реваунд здесь просто агрессивно. Сыграли, наотдавались и подарили, скажем так, раунд. Денег-то не так много. Но мы видим 2 ВП. М-ку, Дигл и П250 от реваунд. Сколпится уже Думенек на мидл. Можем понаблюдать за ним. Жаль, жаль, долго не стал присматриваться. Здесь ПК вышли пока на длину. Уже все раскидали. Довольно уверенно так себя чувствует. А реваунды в этот раз жертвуют длинкой. Позволяет занять и яму, и остальные позиции. Но, как мы видим, быстрой атаки здесь не будет. Скорее всего, ребят постоят. Сейчас подождут до какой-то перестрелки. Оу, нойс. Релаксмен. Проигрывает перестрелку Думенеку. Внутри плента у нас также остается чёц. Попробует, наверное, собрать сейчас АВП своего оппонента. Какой хэдшот от Мазона тут же попадает у нас на Вэльянса, который... Легко его забирает. Кейту с ВП на длине. Минус по Думенеку. Здесь бомбы хватают. Игроки атаки попробуют уйти. Чёц. С Эмкой. В миде не проигрывает свою позицию. А значит, сплит Б плента не удастся. У ПК 419 придется пока либо полностью через Т-шку заходить. Верхнюю. Либо развернуться сплитом по одному выходить. Тоже не получится. 30 секунд. Не знаю, куда так спешили. Вэльянс свободный минус дает и, помогая Чёц, забрав Ульфиду, пятый раунд кладет в корзину ребаунд. Деньги. Деньги есть у ПК 419 на покупку девайсов. БТ у нас. Может, Юмпи схватить. В принципе, с гранатами. Мазуна также. АВП. Может быть, кто-то купит. Так, паник выбирает скаут. Такой легкий форс. С заделом на будущее. На следующий раунд будет покупка девайсов. Здесь уже турельку поставили в миде, игроки. Реваунд. Оп. Поносит попадание. 19 хп. Но в живых все-таки остается как-никак. Чёц понимает, что кто-нибудь-то придет у нас с нижней Т-шки поискать легкий фраг. Говорит, чтобы была инфа, то, что почти нет хп у Нойса. Попадали. Ох, как нападали даже. Я бы сказал. Чёц в миде. Со скаута прострел. Ну, ура заходит. 19 и 26 хп. Здесь Лама сдает минус по 5, который сыграл пока Солянова. Мазуна не стал ему помогать. Особо и нечем помочь. Нет армора хп. Также нет. Всего лишь пятнашечка. Зачекать двери. Вот все, что для него остается. 5 в 2. Без потери. Реваунды ведут этот раунд. И для меня самый важный вопрос. Будет ли вообще потеря? Могут ли? Ай-яй-яй. Вуфи-ду. Пожалуйста. Минусы. Пишет Мазуна. Еще одного подписывает на увольнение. 4 хп. Вуфи-ду. 15 у Мазуна. И ситуация 2 в 2. А ведь, между прочим, 2 в 5 только что были. Малорики. ПК 419. Не подумайте, что прям топлю и болею за них. Хоть так и выглядит. Ну, поддержать-то надо, парни. Совсем у них все не складывается. Ву-у-у. Может быть, только со скаутами им играть? Потому что еще одного игрока они забрали. Это просто 2 против пятерых. И отличный. Минус 4 от Вуфи-ду. Что же он творит? Совсем не ерунду, друзья. Совсем не ерунду. Расту, дра. Да, друзья, расту. Пригласили в гости. Мистер Ладер. Если буду и дальше над собой работать, я думаю, не раз будут приглашать. Безусловно, рад с вами сегодня на закрытых квалах оказаться. Тем более, в роли комментатора. Ну что ж, в миде будет работать. Черт, здесь готов со скаутом. Очередной выпад. Только теперь уже отревал он. Понимаешь, что есть у нас игрок как раз в нижней Тэшке. Моликом отрезает ему пути отхода. Но он забрал Думенька. А это уже немало. В мидл Мазуна выходит с калашом. Потихонечку чекает здесь позиции. Кейту там недалеко совсем находится. Ну что? У-у-у! Черт, что ты творишь? Как ты хоронишь Бетти? Ты на него посмотри. Кейту пытается выжить. Но и Мазуна ему этого не позволяет. Зато Нойз в спину поджимает двери на миде. И, конечно же, дает разбен. 4 в 2. Ну, такой раунд упускать точно уж нельзя. Хотя мы видели 2 в 5. Что творит Лабас? Просто отдушечка для Вольф Фиду в миде открылся. И легко, легко накидал Нойз. Минус пода к панику. И это шестой для револю. Что ж, не дали слабину после такого жесткого раунда. Где проиграли 5 в 2. Просто на запчасти разобрали оборону. Но револю не пали духом. Никаких нервов. Одна лишь уверенность в себе. Ну, и здесь серьезные девайсы от ПК 419. Три калаша. Тек. АВП. Двойка боевая от ПК отправила сейчас в тэшечку. Один в нижнюю. В общем-то, стандарт происходит. На длине Вольф Фиду посмотрят сейчас за дверьми. Не будет ли каких-либо перемен. Здесь Ламос еще наблюдает. Ждет, конечно же, поджидает. Ух-ху-ху-ху-ху-ху. Вуф Фиду. Нойса закрывает на длине. Да ты серьезно? Хорош. Очень хорош с собой. Ну что ж, пчет. Попадание, между прочим, по Вуф Фиду. Не дает он здесь зайти. Контролит со всех сторон. Сейчас реваунды. И понимает, что зажимать потихоньку планирует Апленд. Здесь на длине была агрессия. Молик на подъемке. И Ту. Открылся. Минус. Победит дает он Думеник. Тут же его контролирует на размен. Поднимаются у нас КТ 2 игрока. А именно Чоц. Рядом с ним Вэльянс. А по длине... Нет, как раз таки по длине, простите, Чоц. А здесь Ламас с Вэльянсом. Вот Ламаса уже и забрали. Медленно, но верно. С П-250 пытается найти своих оппонентов. Ой, какая удача для Вэльянса. Второй выстрел прилетел прямо на позицию. Прямо в точку. Не ожидал здесь увидеть сразу игрока атаки. Не знаю, стоит ли спешить сейчас с этой Эмкой. Может быть, засейвить стоит. Как-никак, один в три. И шансов просто мизер. Очень мало. Но справляются. Да, здравствуй, Топрогнозер. Здравствуй. Я вижу любителей Австралии, как всегда, с утра на матчах, на стримах. Ну, как с утра. И днем также. У нас уже 15.30 практически по МСК. Просто супер. Просто замечательно. Итак, Юспы от реваунд тяжелый для этих парней раунд. Битим. Двадцатку оставляет в Кейту. Приходится ему уйти внутрь планта. Поберечь себя. Не отдаваться так бесплатно. Зато реваунды пробуют сейчас верхнюю Тэшку заражить. И Даки Паник справляется с этими двумя парнями, высадив в молоко и в тела 29 патронов. Еле-еле душа в теле. Могу себе позволить даже так сказать. Эпичный спрей. Но он его не подвел. Битим. Мольки здесь залетают. Надо открываться. Битиминус дал. Нойс еще одного подписывает. На увольнительную. Нойс внутри. Свою респа. 98 хп. Диггл и первый армор. Ну, как минимум. Армор уже кацаны. 99, как видим, на счетчике. Так что, покупая армор с каской, придется затратить 1000 долларов. Ну что ж, два раунда подряд проиграли. Здесь, в принципе, сейвится МАК-10, с которым Нойс и будет отыгрывать. Все остальные могут себе позволить Саугемки. Первые арморы, к примеру, как и есть у револунд. Ну и уже гранаты. Смысл от второго армора, если против тебя АВП и калаши преимущественно. Никаких фармганов. Уже 11 раунд. Поэтому ожидать фармгана прям от ПК-419, который уже выигрывает не первый раунд. Но это дело такое. Палас под Б сейчас останется один. Укрепление было длины. В целом, точки А на КТ. Остались сейчас Вэльянс и Нойс. Вэльянс на подсадку отправили. И отправится потихонечку Нойс сейчас смотреть Зигу. Внутрь плента, скорее всего, заберется, если не на саму Зигу. Ну, гуси я устроился. Он с МАК-10. Тоже отличная позиция. Ожидаю здесь ПК поджимов от револунд. Казалось бы, счет был только что 6-2. Но 6-4 очень важный для револунд раунд, мне кажется. Ошибка будет стоить уже временной ничьи. На следующий раунд, конечно же, ПК смогут купить девайсы. Но если выигрывать два раунда подряд, не давать бомбу ставить, то можно отправить их на эко. И довольно неплохо вырваться вперед по раундам. Под флешечку будут сейчас ПК выходить на длину. На длине в яме находится Кейту. С машины помогал Мучоц. Флеш, конечно, шла. И еще одна отправляется. Здесь у нас Нойс на длину отправил флеш. Кейту легко погибает. Думник тут же еще и Нойса забрал. На подъеме находится Вэльянс. Битти выполняет свою задачу. И последний Ламос также погибает без особой схватки с оппонентами в спину. Так, Паник забирает его спида. 6-5 экономический для раунд. Мне кажется, нужны алики. Нужно терпеть, ждать АВП. И, может быть, тогда оборона будет более интересно смотреться от раунд. А тем временем золотовалютный резерв ПК-419 возрос до такого приличного уровня. Придется очень стараться раунд, чтобы отправить их на эко. По одному здесь ребята выходят, позволяют ПК ребятам свободно так дуэлиться, а не спрейт до упора. Ну что, Нойс один остался с деглом. Под точкой Б в данный момент находится этот игрок. Бежать искать приключения. Это не самый лучший вариант. Но аккуратно где-то занять позицию. Ждать поисковиков, скаутов от ПК. Дело верное. Можно и экономику чуть осадить у ПК. Но, может быть, и девайс заработать. Но, как видите, бравые скауты вычисляют, где находится оппонент. Легко разбираются. И это заканчивается весьма предсказуемо. 6-6. Временная ничья. Вот она, АВП намотана. Конечно же, триауга, эмка. И реваунд попробуют сейчас за сторону. Обороны все-таки набрать, как по мне, так 8, а то лучше и 9 раундов. Чтобы за атаку прям растоптать ПК. Хотя мы видим, что как Инферно, так и ДАС-2 за одну из сторон ПК более-менее сражаются неплохо. Напоминаю, что 10-5 вообще прошла первая половина на Инферно. ПК у нас были за сторону обороны. Ну и в этом противостоянии за сторону атаки они начинают. Посмотрим, что будет у них за обороном. Мне кажется, не так просто удастся им сражаться против реваунтов за оборону. Что-то мне подсказывает, реваунды за атаку будут ревать и летать. Посерьезней, посерьезней. В любом случае, это мои представления. Что же будет в итоге, мы увидим. Буквально минут так через... 10 максимум. Осталось всего ничего. Ну что ж, чёц. Пока за длинкой наблюдает. Выход на мид. Ламос хоронит одного из игроков. Вэляс тут же открывается. Нойс хелкует. Даг паник. Уже двери кроет. И открывает смог под дверями. Ситуация 3 в 2. Бомбу еще только-только несут. Поэтому стоит быть аккуратнее. Нойс занял позицию. Если что, может сейчас открыться, посмотреть после установки плента, если кто-то выйдет в гости. Неплохая граната в район окна. И здесь уже у Нойса 61 хп. Полетела флешечка. Даг паника засветили. Как раз таки на позиции. На танцполе торгует. Ой-ой-ой. Что творит Даг паник? Еще одного хоронит. Хейту остается 1 в 2. Но это походу раунд для ПК. Открыть следать минус бы крайне тяжело. Здесь Вуфиду прикрывает своего тиммейта. И забирает Хейту. 7-6. Опять же проблемы. С золотовалютным резервом. Реваунд. Придется пистолеты. Ну максимум арморчики. Еще где-то закупить. Отличную сумму на баланс они получат во второй пол. На следующий раунд. Поэтому. Будет фулл бай. Здесь уже нужно смотреть из вариации. Кто возьмет ТВП. И какие гранаты желают приобрести. Ну что ж. Длина. Место встречи изменить нельзя. Чоц. Хороший хэдшот. Победи. Даг паник дал ответ. Здесь еще одна флешка прилетает. И Кейту. Также забирает Вуфиду. Флеш от Нойса. Ох нет. Это Смакевич отправили. В район дверей. Один на данный момент на длине. Думенник. Не спешит здесь выходить. Ламас проигрывает дуэль. Мазуни. У него 12 хп. Но зато Вэльянс дал минус. И вот этот минус от Нойса на длине. Практически хоронит сейчас атаку. Бомба на руках. У реваунд. Все контролится. Мазуна остается один. Динник очень много. Так что можно свободно идти. Пробует разыграть этот раунд. Увидел оппонента. Причем лох и пова. Здесь буквально один выстрел. Один шанс у Нойса. Боже ты мой. Как они потом вдруг попасть-то не могут. Вот 7-7. Венойс забирает Мазуну. Временная ничья. Последний раунд первой половины. Ну что ж. Довольно плотный байет реваунд. Как вы видите. Есть у нас 2 АВП. 3 АУГа. Калашников валяется просто на респе. Что у нас там по коэффициенту? По коэффициенту, как видите, все по-прежнему. Все по-прежнему. Особо ничего не поменялось. Да и... Ах нет, коэффициенты-то поменялись. У меня почему-то они... Так вот, коэффициенты на данный момент 2.48 на ПК 419 и 1.49 на реваунд. Неплохо. Очень даже неплохо, как по мне. Что, друзья, скажете? Нравится ли вам такой КФ? Мне да. Ну что, выход под Б-Плэнд. Похоронили здесь сразу троих игроков. Черт, Смиджерс, играет БТ. Б-Плэнд. БТПК заняли. Ну и не знаю, что будут делать реваунды. Как же здесь ретейк-то провернуть против такой кучи агрессивно настроенных оппонентов? Черт. Очень ждет, очень ждет оппонента. Здесь совсем рядом Мазуна. Ну что, ноу-скоп. Май френд, ноу-скоп. Нет попадания. В угол тут же спрятался. Какие же танцы интересные. Киту помогает своему тиммейту. Ну, здесь прострелы по отчет за 22 хп остается. Но это без шансов, без вариантов, друзья. 22 хп. Ну я не знаю, какое чудо нужно совершить, чтобы успеть сейчас разобрать троих игроков. Стоять их в закрытую и раздефузить. Вау! Думик хоронят и 8-7 первая половина заканчивается. Да уж! Не особо приятные результаты. Не особо приятные варианты. Но зато, смотрите, у нас... MapHending 3.23. Ребята, с ПК 1.31 от Rewound. Если что, впереди The CyberMap. Карта Nuke нас ожидает. Это весьма интересно. Ну что, с Ревоунды мчат на длину. Здесь под флешку будут открываться игроки. Но хорошая флеш, между прочим, зашла от атаки. Ламас тут же Думенька забирает. Вэллианс хоронит Вульфи Дум. Здесь Мазуна смотрит длину. Ух! Там Чос даже не дал открыться. Более-менее человеческий. BT. Помогает как может. По Вэллиансу попадает, между прочим. Прямо по голове. И это 4 в 2. Зиге открывается Даки Паник. Никого не видит внутри планта. Также на подъеме пока никого не видно. Беда. Дал о себе знать. Чос. Отреагировал на это. Ламас хэдшот повесил по BT. 45 хп. Есть армор. Даки Паник. Продолжает сражаться. Хотя 1 в 3. Там хп очень мало. Зато был армор. Можно было попытаться уйти. Но со спины уже Нойс заходил. С длинки. Вряд ли бы получилось уйти. 17 раунд на наших экранах. 8-8. А у Микро, как всегда, ваш бро. Австралийские матчи. Люблю и обожаю. Сану-67, друзья. Звать меня Серега. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня я в гостях сам. У СЛТВ. Очень рад возможности побыть с вами на таких-то матчах. Нойс. Чос. Уже минуса от них летят. Агрессивная игра от реваунд. На длине высыпается бравая пятерка. Здесь тут же Молотов летит под авто. Со спины, кстати, крадет с бити. Может быть, у него и получится как-то более-менее зайти. Вуфи Ду на КТ с 5-7. Просто шьет смоки. Бичи, кстати, не выжил. Вэллианс его законтролил. И тут же Вульф Ду погибает отчет за... О, Кейту. Здесь Юс подбирает их хэдшот. Даже прострелом этот хэдшот по Даг Панику залетает. Ну что ж, друзья. Как я и ожидал, агрессивная игра от реваунд будет. Эти парни должны рвать и метать. Ну, мы это имеем. И посмотрели на два действительно быстрых, слаженных раунда, где ребята не давали спуску своим оппонентам. Что ж, 4 игрока. Вправляемся под Т-шку. Под МИДом будет у нас Кейту. Обязательный сплит Б плента. Контроль, если что, длинный. Если кто-то придет, от Кейту будет. Ну и пока присматривал за МИДом. МИДом! Туменек! Дает минус 2. Поздно очень смог раскрылся. Ребята не были готовы к этой стыковке. Бомбу чего-то отбрасывает. Она еще может пригодиться. Бесплатно отдавать, оставлять ее на МИДе не самый лучший вариант. Респект еще, респект еще за это. Есть Молотов, есть две флешки, есть Смакевич. Но ничего не используется на данный момент. Ну и здесь тропа Смака. Думенек забирает Чорза. Это 2 в 5. Плохо дело, плохо дело. Но мы видели, в принципе, 2 в 5 раунда от ПК-419. Парни справились, причем играли со скаутами. Почему бы сейчас не исполнить такой же интересный раунд и реваундом? Кейту слышит, слышит у нас сзади себя Мазуну. Разбирает его. И здесь БТ ловит тайминг. Тот самый момент, когда Кейту планирует забраться на Зигу. 9-9, временная ничья. Есть денежки у игроков у реваунд. Будут проблемы с гранатами, по всей видимости. Кейту дигл с армором. Наверное, так. ЦЗ-шка. Тоже неплохо. Катастрофическое количество гранат у реваунд, я наблюдаю. Очень мало. О-о-о-о, БТ, отлично! Бьет капричный, когда выпьет бутылку столичный. БТ двоих. Подмолотов. Оформляет очень даже плотно. В миде три игрока атаки от реваунд. Опять же, там интересный врыв, который закончился потерей-потерей. Может быть, стоит сходить на длину? На А-плент так легко зашли пару раз. Может быть, все-таки внимания точке А уделить? Потому что мидл и Б-плент пока закрыты. И недоступны для входа. Зато вот, смотрите, зашли на А. Свободно. Двух опорников минусуют. Вульфиду у нас находится на длине, но я с ним успел уйти. Но там в любом случае еще длина бы его. Коцала и оформляла. Вэльянс здесь пока под зигой. К нему стягивается Ламас. Будут вместе здесь держать укрепление. С КТН Дагпаник планирует подниматься. Есть флешечка, есть смог. Все парни из ПК с Дефу с китами. Так что, времени море. Как же не попадал так долго Ламас? Ну, он вроде как Вуфиду здесь забирает. Очень важно, чтобы помог ему тиммейт, который находится сейчас на зиге. Тут же минус дается. Ну что, Вэльянс не видит БТ. Да как так-то? Нет, видит, все забирает. И это раунд для ревоун. 10-9. Как опасно. Как же опасно эти парни играют. Но смогли. Ну что ж, 3 заработанных раундов во второй половине. И все они сделаны на точке А. Стоит задуматься. По-моему, ревоунт. По поводу походов. И атаки. Под Аплент. Ну, сейчас у нас экономический от ПК 419. Знают ли это ревоунт или нет. Считают ли они экономику своих оппонентов. Просчитали ли этот вариант или нет. Не знаю. Но стоило бы сейчас не так агрессивно, может быть, играть. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Вот это я понимаю, Вэльянс. Разыгрался. Минус 3. Битти. С 19-ю хп на миде. Но это тоже расстрел. Квад дэмэдж. Просто супер. Квадракил. Залетает. И это 11-9. Перерыв небольшой. ПК 419 у нас устроили. Ну, конечно же, стоит подумать, как провести. 21-й раунд. Какие девайсы купить. Как расположиться. Потому что во второй половине, вы видите, табуляцию. Все очень плохо. ПК 419. Оборона. Единственное, выдержала на точке Б. Все супер. Все ура. Даже учитывая то, что на точку Б там приходили парни вдвоем. Погибли. Тройка боевая из реваунд вышла на аплент и раунд затащила. Тяжело. Тяжело им будет. Как я и говорил. Три АУГа. МК АВП. ПК 419 на закупе. Есть проблемы, между прочим. Отсутствует у нас армор Удак Паника. По гранатам тоже просадка. Дичайшая. Тюменник. Есть минус. Дисанул как надо своего оппонента. Дак Паник тут же Нойса забирает. Опять же говорю, Б-Плент, ребята, это не лучший варик для вас. Огститесь. Лама слышит, здесь на миде топают игроки обороны. Прошлый раз выход не особо хорошо зашел. Не стал использоваться он сейчас Молотов. А зря. Мог бы, по крайней мере, с позиции сейчас выиграть Думеника. И под зигой чёс разыскивает своих оппонентов. Кейту. Вульфиду забирает, который поджал длину. Это дает сейчас шанс выйти по зиге. Между прочим, БТ только с подъемом. Азуна работает на авто. Медленно сейчас на миде. Пока стоят в районе зиге реваунды вдвоем. Ламас и Кейту. Сами по половинке ХП. И, по всей видимости, планируют в мидл выйти и пойти на Б. Не самая легкая задача. Будут ли использоваться молики? Ну вот, был же момент. С подсадки здесь уже вас забирали, друзья. Но сейчас еще раз такой же дуэт получится, что вас, ребята, в подсадки заберут. А ведь обычно молик забросили бы сейчас под правую часть. Уж после бы, если что, смог положили. И все было бы на ура. 11-10. Тянет как магнитом к точке Б. Реваундов. Ну и обязательно на мид. Работу над ошибками не провели по поводу подсадки. А это шанс для ПК. Это шанс. Небольшой форс от реваунд. Мы видим здесь маг десятые. Три штуки. Четыре в наличии. Есть калаш. И что? Это будет просто разрыв шаблона. И выход по точку Б. На ноге. Молотов. Смокевич. Где же смог, который должен потушить молотов, который постоянно на Б залетает? Здесь, ребят, не впускают. Через двери. Работают игроки обороны. Даг Паник. Находится внутри плента. Да, здесь закрытую стоит. Его пока еще не забрали. Смоки на двери положили. Ситуация три в три. Можно заменить девайс. Через окно нужна хелпа. Уже двое игроков, которого пока ворваться. Есть минус от Кейту. Тут же в виду дает отмен. И раз. Оу. Нойс. Гуджо. Гуджо. Поставится один в два. Решил поставить... Нет, два в два. Поставить бомбу. Совсем рядом находятся оппоненты. Слышал, как один из них перезаряжался. Молотов под ноги. Будет прятаться. Срочно нужно в смоках под окно. Забирается Нойс. Здесь Думник рядом с ВПС. Гранаты будет ловить. Выход. Нойс дает все-таки минус. Оставляет Вэльанса одного. На один с Думником. 5 хп. Ой, как на сад это не попадает. Есть небольшое попадание. Внутрь плента прыгает оппонент. Это Вэльанс раунд. Минус два от него с 5 хп. Как же тяжело револдам дается раунды сейчас. Казалось бы, первые пять раундов. Ребята там, да, оступились. Вытянули все равно свои выигрышные билеты по поводу походов на Аплент. Но каждый выход на точку Б для них очень тяжелая битва. Полетели гранаты на длину. Здесь, оуу, как неприятно. Ламаса здесь чиркнули ножичком. А было ведь делано инферно. Тоже такая проблема от реваундов, по-моему, случилась. Не самый лучший вариант ножичком своего резать. Френдли фаер, дело такое. Ну что ж. Реваунд заняли пока длину. На зиге у нас счет с СВП. Присматривает мидл. Ну и по всей видимости вообще на зигу пойдет. Вэльанс поможет ему. Хорошо, ламас, минус 2. Не беда, ситуация 3 в 2, 5 и последним остается 1 в 2. 5, внутри планта. Ну что, уходит на зигу, по-моему, там не видали. Ох, на длину. Чё, ты что творишь? Ну что, есть инфа, где находится последний игрок обороны. Находится он в яме. Отличное количество гранат у Эллианса на руках. Это смог. Потом можно и флешечку прокинуть. Еще одну вместе с тиммейтом. Дальше молотом закинуть поглубже. Плечо увидел и попал прострелом. Смотрите, какое кровавое пятно остается на стенке. Ну это легкий фраг. Это 13 раунд для реваунд. И есть еще деньги на балансе ПК. Так что не все так просто. Придется потерпеть. Придется потерпеть. Ну что ж, АВП наблюдает за мидом. Выстрелы нет попадания. Будет ли сейчас жесткая спичка на точке Б. Ну здесь откинули смоки. Так что не выйти, не пройти. Эллианс. Если что, готов у нас к выходу. Оу, какой замечательный смог. Слободно запрыгнуть на зигу. Азона. Завел здесь позицию. И он один. Крайне будет печально. Если сейчас его заберут. И Аплэн по факту отдан. Очень агрессивная позиция. Выдержать натиск крайне будет тяжело. Молотов, как видите, не спас. На автомобиле на данный момент Думеник устроился. Ну что ж, смог под выход. Потом Орда флешек. Молик на подъем. И в принципе реваунды уже выходят на точку А. Тот же самый момент. Могут немножко потянуть время. Заставить нервничать игроков на миде. Так, смокейч уже прокинут. Ждем теперь флешечки. Здесь турелька, по всей видимости. Да. Прямо прочекали все, что надо. Вот она флеш, под которую можно сейчас открываться потихоньку. И тут же минус поступает. Есть Молотов на подъем. В общем-то, стандарты от этих парней. Вульфеду минус дает. Здесь как раз таки Вэллин сдал перед этим. Знать о себе. Ну что, 3 в 1. Так, паник последний. На подъеме. Сейф. Все равно, что не дадут выжить. Все равно не дадут. Лама забирает. Это 14-9. Привет, мини-змей. Ты в Киев переезжаешь. Да вроде пока не звали. Пока предложили помочь. Как помочь? Проявить себя на закрытых квалификациях. Вот, в принципе. Проявляю себя сегодня. И если все будет по плану, мы увидимся с вами еще. Раз, два, три. Шестого числа, по-моему. Да. Что ж, можно взглянуть на коэффициенты, какие нынче. 13.51. Время ставить как раз-таки на ПК 419, если они вдруг планируют сейчас реабилитироваться и комбэкнуться. Выиграть, например, 16-14 и отправиться на карту нюк. Не знаю, произойдет или нет, но некоторые люди любят рисковать. А почему бы и нет, собственно говоря. Би-ти там минус уже дает. Ситуация 4 в 4. Нойс в смоках ищет и находит. Уже зиги работают. Три игрока обороны. И, между прочим, в Ульфиду Нойса забирает. Три в три. Гранаты закончились у игроков атаки. Есть ТВФ у Доминика. Только что его как раз и забрали. Ай-яй-яй. Даст-2, если что, это пик команды реваунд. Инферно пикали для себя ПК 419. И уже уступили эту карту, друзья. Если вам интересно, то счет был по первой карте у нас 16-8. Первая половина 10-5. Пользу, соответственно, реваунд. И во второй половине 6-3. У нас реваунды буквально три раунда уступили. Атаки ПК 419. Ну, а здесь, вы видите, уже завершение нашего замечательного матча ПК 419. Реваунд. Один раунд буквально. Но, смотрите, Бетис и ВП так просто пройти по зиге уже не дает. Первый минус. Нойс. Видит спину, не видит препятствий. Опять же. На финальной ноте реваунд, походу, дело, планирует сейчас у нас оформить выход по точку Б. Но почему Мазуна или любой игрок, который здесь сидит на подсадке постоянно, не контролится ПК 419. Не ПК, точнее, реваундами. Вот уже не первый раунд. Ну, боже ты мой. Там чувак сидит то на подсадке, то снизу. Никто к нему молики не закидывает. Только если смоки подкидывают. Просто играют ему на руку. 4 в 2 ситуация. Бомба под Б. Ну, не надо на финальной ноте пытаться этот Б-плент атаковать. Ну, не так он профитен у вас, ребятушки. Либо я что-то не вижу, либо я что-то не понимаю. Вы уж подскажите. Но реально Б-плент сегодня провальный у реваунд. Попытка выйти вдвоем вдоль стенки. И К-2 здесь буквально. Тулом автомата пытался выстрел наманить. Выстрел-то прошел. Как раз пуля пролетела мимо. Но дальше не самый лучший расклад. 11-15. 15-11. В любом случае, это мап и матч-поинт для команды реваунд. В этом бестов 3 противостояния. Заветный нюк. Десайдером бы оказался. А может быть и окажется. Не будем спускать флаг пока коллектива ПК-419. Составим его в живых. Надежда умирает последний. Интересный молотов. На длине. Хотелось бы посмотреть на него. Да, очень классно лег. Так просто не пройдешь. Ну что ж. В миде реваунды. И по ходу дела все-таки терпение и труд оборону сотрут. Опять желание в миде перестреляться. Мой любимый комментатор Черепанов. Нет, я не Черепанов. Но здрасте, здрасте. Меня Серега звать. Сам на 67 мой игровой ник. Так что еще, я думаю, услышимся и увидимся на волнах позитива и контр-страйка. На машине у нас Думенек устроился с АВП. Ранбуст. Плохо закончился для Нойса. Но зато профитно вышел Амас и дал минус с Калаша. По Думенеку как раз таки Бити еще там воюет на подъеме. Мазуна Кейту хоронит на длине. Ситуация 4 в 2. По-моему, это не игра. Не пойдет. Так, игра дальше не пойдет положительно. Неужели ребята планируют у нас овертаймы посмотреть? Вы серьезно? Бити. Ты на него погляди. Уэллианс. 1-4. 18 хп. Минус уже поступил. Мазуна с скорострельным АУГом вряд ли поможет. Точнее, позволит ему что-либо сделать. Здрасте. 28. И денег нет. Очередной. Мап и матчпоинт для ревоунт. Мне кажется, не стоит спешить сейчас пытаться закончить эту игру. Аккуратно с расстановкой и уверенностью в себе. Длину плюс зигу, если разыграть. А я думаю, они смогут это разыграть. Получится. Бити. Есть минус. Залетает еще и второй. Продолжает атаковать. Но Вэллианс не дал далее. Спрейчик устраивает Сауга. Мазуна. Следующий игрок обороны, который будет сейчас собирать валюту. На длине там со спины заходит Вульфиду еще. Забирает двоих игроков. И Думеник тут же с МИДа приглядел. Вот она и покупка девайсов. Калаши. Но нет АВП. Есть просадка по гранатам. Рисковые ремаунды. Очень рисковые. Если обратить внимание, три раунда подряд проиграли. Кровь из носу необходимо поставить бомбу в этом раунде. Если они планируют, скажем так, проиграть этот раунд. Вряд ли, конечно, они планируют. Но позаботиться о завтрашнем дне стоит. Что ж, раскидали здесь длину. Бити уходит внутрь плента. Со спины будут двое заходить. Это не так-то все просто. Смаки раскидали на точке, а никого нет. Это проблема. Кроме пяти здесь никого нет. Если он не даст минус два, то считайте, дело квах. По-любому. Кейту, Вэлянс, минусы пишут. Тут же нос еще Мазуну. Забирают здесь с подъема. Подпрыгнул, выстрел дал АВП. Думенек. Его тут же забирают. Дагпаник последний. Ну что, все. Это 16-13. Вы видели этот раунд? Это что-то с чем-то, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Реваунд, победа. Продолжают они свою схватку по сетке турнира. Если вам интересно, подскажу. Теперь уже коллектив реваунд встретится со своими оппонентами из коллектива Ground Zero. А это уже сетка лузеров. На связи был у микрофона комментатор Sunon67. Спасибо огромное, друзья, за ваше внимание. Обязательно ознакомьтесь с ссылочками на все соцсети StarLadder, SLTV. Как всегда, вас будет радовать замечательными матчами. Ну и, глядишь, я почаще буду заходить в гости. Всем спасибо. Всего наилучшего. До свидания.